Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака и мы будем готовить на зиму томат с прованскими травами. Готовить я буду в сушилке изи драй. Я ее на своем канале уже показывала. Кто не видел, вы можете зайти посмотреть. Нам понадобятся помидоры и прованские травы. Помидоры моем, нарезаем и перекручиваем через мясорубку. В перекрученный томат добавляю прованские травы. В один поддон помещается 500-600 миллилитров томата. Вот из расчета на 550-600 миллилитров томата я взяла чайную ложку прованских трав. Можно взять любые специи на ваше усмотрение. Даже можно просто зелень перекрутить. Но солить ни в коем случае не надо. Потому что потом, когда уже будет готово все, при хранении соль будет вытягивать влагу. И томат будет не сухой, а будет постоянно влажный. Все, готова наша смесь. Смазываем поддоны растительным маслом и разливаем по поддонам нашу смесь. Принцип, как у пастилы, распределили по поддонам и сушим. Так заполняем все поддоны. Закрываю крышку, выставляю температурный режим 65 градусов. А время приготовления я уже скажу после того, как будет готово. Прошло 7 часов. Наш томат высушился. Снимаем его с поддонов. Мне понравилось, что цвет остался. Очень красивый цвет остался. Посмотрите. Ну и вот посмотрите, какие пластины у нас получились. Томат такой можно потом использовать в любые блюда, в которые вы используете томат или томатную пасту. Он хорошо потом восстанавливается. Нужно будет взять несколько кусочков вот таких пластиночек. Одну, две взять и залить кипятком. Восстанавливается очень быстро. Можно даже в сухом виде использовать. Например, поломать на кусочки и сразу добавить, например, зажарку. И добавить бульона. Или, например, соус в какой-нибудь. Первые, во вторые блюда. Также можно использовать в пиццу. Попробуйте приготовить. Я буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok